всех приветствую у себя на канале сегодня я решил исправить проблемку одну семейки пять дней назад я полез сюда за медом забирать надставках и оказалось пчел немного в улье полез я в гнездо и здесь у нас эта семья осиротела где-то уже месяц с копейками назад того что когда родились видно молодая матка не вернулась с облета или же перебились матки между собой и эта семья у нас сиротела и уже появилась тут пчела трутовка обещали мне матку плодную подогнать ненужную человека убирая меня на бахвоста на что-то он так и молчит и решил я что сделать поставлю им от отроившиеся семьи бахвоста я посадил рой там и там уже матка молодая начало яйца ложить она такие красивые то я сейчас эту семью переберу и сюда поставлю однодневный расплод яйца короче посмотрю в улье если не будет яиц на светлых сотах то поставлю туда сотика свет светлого свеже отстроена у меня есть откатываясь его мед и через дня два-три заберу будут яйца уже лежат свежие поставлю сюда и думаю семьях я матку вывезе новую сегодня мы будем что делать это можно было поставить бы просто яйца сюда ну так как тут уже пчел и трутовки появились мы это гнездо все выставим вот надставки я подготовил подготовил я надставочки поставить такие две две на сто сорок пятую полурамку я их две вместо и сюда будет трехсот остановиться сюда я поставлю все гнездо потом мы его отнесем в сторонку и буду вытрушивать пчел что-нибудь подстилю листок и нибудь или он на шифер короче положу пару листов шифера буду пчел струшивать летная пчела так как ее уже все больше месяца уже облетелась и вся летная то слетит обратно улей а пчелы трутовки останутся короче на листе шифера так что будем начинать это дело еще раз глянем уже точно что тут у нас творится и тогда можно будет действовать дальше ну скорее всего что матки не будет наша матка во время раяние молодая или пробились между собой и скорее всего что не вернулись тогда не заметил этого дела то что надставки стояли пчел много было а полез за медом это дело обнаружилось это одно а другой еще в этой бахваста что семья отраилась может даже в две молодые выскочили строим да больше не было то что тоже ослабела лет и короче айту и посмотрю после что там творится если не будем отки тоже будем исправлять ну думаю может будем все таки оттуда после роения не лазишься они так и не роились повторно то не знаю что там но эту семью с пчелами трутовками будем исправлять как я сказал сейчас выставлю все гнездо снесу его в сторонку вытрешу летная пчела сейчас летит трутовки пчелы шел тут все нормально так осталось это старые соты походу уже с медом будут полностью дамет заберу мед заберу и откатаю злые без матки настроение камеру поставим будем работать на руками вот поставалась ващина не отстроены вот сразу из труши возьми вот они возвращаются назад видно трутня наложили пытались свищевые потянуть но не с чего интересно у нас в маточнике личинка лежит вон не знаю трутовка могла отложить личинку или может матка какая плохая но скорее всего что-то трутовка будет лежит в маточнике личинка но расплода пчелиного не видно скорее всего что-то трутовка положила в маточник личинку наверно я с таким еще не сталкивался то не знаю вроде есть маточники и мисочки и личинки у них какие-то лежат но матки не нету Продолжение следует... Эти соты, что сейчас я заберу, скорее всего они старые уже. Пчел тут немного осталось, а поставлю им свеженькие. Продолжение следует... Загоняю всех пчел в один угол, чтобы не осталось нигде пчелы, трутовки. Продолжение следует... Хорошо, пчел совсем тут мало, почти не осталось. Не знаю, уже не буду им матку брать какую-то старую ставить, а поставлю однодневку от Бахваста до Хай. Сейчас я выведу матку с Бахваста красивую, хорошую. На тот год будет уже семья с Бахвастом у меня. Это трой Бахваста, что я показывал, сажал. Там матка красивая, желтая, желтая. Так что мы сюда яйца и возьмем отъехать. Так, упала наша камера. Прервалась съемка. Ветер дует. А вон апрополис приклею. Будет стоять уже тут. Продолжение следует... Продолжение следует... Загоняю пчел на рамки... Со стенок и со дна ульи. Чтоб не осталось ни одной пчелы подозрительной. Средит их трутовка, чтоб не осталось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось 4 рамки у нас. Трутовый расплодный... Горбатый. И мисочки потянутые. Я их, скорее всего, полностью заберу, эти старые рамки. Несмотря на то, что на них находится. Мы вот этот катаем. Все остальное на переработку пойдет. Ну, пчел тут не богато. Осталось, наверное, 4 рамки плотных, если скрутить все. А может даже и 3. Продолжение следует... Так, сейчас загоню, загоню кучу пчел этих вот, что на улице остались на доске. Уже от маток трутовых, этих от пчел трутовых много вывелось, трутня, так что тут трутня куча целая. Ой, полулея, трутня одного полулея только. Ладно, гоняю еще с улия. Пчелы особо на рамки не идут, так что на рамках останется. Поставим туда, в наше гнездо все поставим. Оставшихся от дыма хорошо выгоню с улия и уже потом позима, гнездо трусить. Так, ставлю камеру, чтобы опять не упала. Попал трутень под стойку, до мешая опоры. КОНЕЦ Ну что, вгоняем все, что осталось. Конечно, угол в сторонку поднести было хорошо, пуля этот, да вытрусить полностью, чтобы ничего не оставалось. Ну я открыл литок, открыл, говорю, приняв доску, приставнул от литка, полностью выгонил всю пчелу, и, если трутовка подлеток упадя, она не поднимется до 40 сантиметров высоты земли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я закрыл литок, покуда нижний, верхний летный, только пчелы идут, нижний. Если что и выскочило, то уже не залезет. Ну и в улее пару пчел бегая, но не похожие на трутовок. Сейчас я хорошо выгоню, потом почистим малостьюлей уже, раз начали. Почистим от этих вот наростней вокруг на дне, от прополиса, и пойду вытрушу пчел, вон там я шиферинку положил, от того шиферинка, вытрушу туда пчел, побачим, трутовка где-то должна будет остаться. Ну думаю, в улее уже и не будет. То, что тут остались, трут не бегают, такие ползающие. Ну и пчелы летные поналетали, поназалет валина. Их не так и много в гнезде тут осталось, но если я им поставлю расплодок бакваста, то выведут они эту матку хорошую. То на тот год будет бакваста, семья хорошая. Все летные в школе прилетели. Ладно. Сейчас я почищу улеек троху. Прополис он хороший. На ледке верхнем заберу. Заберу на ледке прополис, все, почищу. И потом буду уже колотить в сторонке пчел. Но трут не много, один трутень остался у меня почти. Не вовремя, а заметил. Все надо будет все-таки это, а вот бакваста глянуть. Они не знают их, что. Как выпустили первый рой, больше не выпускали ничего. Есть их матка, нету, не знаю. Ну гляну. Под вечер ближе. Сейчас жарко на улице у нас. Вчера день дождя нашел, а сегодня жара. Офигенный прополис, так и красивый. Надо поснимать его. Абриев voice. Сейчас я верю. Абриев, да. Абриев. Абриев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok На дне не буду трогать переходы их не Хотя Можно будет Ити в сторонку пшел колотить Ну вот отнесли Мы в сторонку все гнездо Поставили Возле шифера Уже рамочку одну струсил Занес ее обратно Улей поставил Вот такую полуотстроенную И Она с медом И будем сюда Струшивать там пшел И сюда ставить будем рамки Такие где С этого года свежеотстроенные А старые вот эти Что тут 8 штук Наверное Или 9 Заберем Полностью Сейчас будем Колотить все гнездо Это на шиферину В итоге Должна остаться Где-то матка Трутулка То есть пшела Трутулка Мах Продолжение следует... 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 Продолжение следует...